Всем привет ребят, с вами Стивен и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile Предыдущий ролик именно с прохождением Бога вам понравился С моими рассуждениями на разные темы И сегодня я решил повторить данную рубрику Не знаю что из этого получится, но надеюсь будет все так же круто, как и в предыдущий раз И поэтому я собрал отряд В этом сезоне у нас участвует конечно же Саб-Зира И я подобрал самого серьезного Саб-Зира на моем аккаунте И надеюсь что-то из этого получится А что именно за отряд? Это конечно же Саб-Зира Круготени, Люкан Классический и Скорпион Ударной Группы Как же без него? Понятное дело, что на каждого из персонажей я поставил добивающий удар Это тоже важно И естественно по прокачке единственное что я не сделал это не прокачал особое завершение Поэтому вот тут вот вопрос достаточно интересный А надо оно мне, либо нет В принципе отчасти оно надо А отчасти даже и не знаю Но сразу же я как только начну сражаться это пойму Поехали! Если вы хотите быстро прокачать свой аккаунт То вам на помощь приходит сайт gamegold.ru Тебе на аккаунте не хватает алмазных персонажей в игре? Сайт gamegold.ru придет тебе навстречу До 20 алмазных персонажей ты можешь спокойно заказать на сайте себе на аккаунт Не хватает валюты? По низким ценам и быстрой доставке до 25 тысяч душ ты можешь заказать на сайте gamegold.ru Если у твоего кореша аккаунт прокачен нежели чем у тебя То ты можешь заказать аккаунт на сайте gamegold.ru Где у тебя сразу же на аккаунте будет 70 тысяч душ И как минимум 8 алмазных персонажей в коллекции Возможно у тебя нет консоли Но ты хотел всегда заполучить какого-нибудь консольного персонажа То персонаж МК-11 тебе выпадет благодаря связи с консолью И 40 душ соответственно Gamegold.ru сайт с низкими ценами На сайте gamegold.ru на данный момент проходят скидки Поэтому переходите по ссылкам в описании Вводите мои промокоды и получайте шикарные бонусы Сейчас разыгрывается очень много душ Поэтому у вас есть все шансы Взять конечно же и получить самую крутую скидку на сайте А у нас получается сейчас что будет вообще У нас сейчас будет Вот такие вот таланты Я все-таки поставил особое завершение Все же оно мне как-то надо больше И вот тут я бы конечно прокачал стойку медведя Потому что отрицательные эффекты мне в разы важнее Я об этом уже по-моему в прошлом ролике говорил Но до сих пор не могу никак поменять полностью таланты Все равно вот переключаюсь на стойку медведя Которая дает бонус к здоровью Хотя сами понимаете Здоровье не всегда самое главное В особенности в прохождении бога Хоть и мои таланты немного прокачаны Все-таки под Дженни Кейджа Но для Сабзира Круготени и Люкана Классического Они тоже по факту подойдут По экипировке что я на них поставил Понятное дело это Бруталити Ну и плюс шлем Шоокана и пушку шутника Здесь у меня тоже бруталка Но при этом у меня стоит красная повязка Потому что она и так и так дарит нам пробитие блока 35% вероятности И Перстин Синдал Здесь и 50% сопротивления как отравлению и кровотечению Так еще и замедлению и оглушению Что немаловажно Поэтому Перстин Синдал это тема Плюс еще у нас есть 20% сопротивления отрицательным любым эффектом И это тоже довольно серьезно помогает И здесь у нас конечно же френдшип Но при этом темная мантия и револьверы имеются На всякий случай Для подстраховки Пройду я либо нет я не знаю Но будем прямо сейчас пытаться это делать И конечно же обсуждать разные моменты Хотя на самом деле сейчас в игре ничего не происходит Поэтому я даже собственно и не знаю что обсудить Игра немножечко скажем так застряла На каком-то одном непонятном мне немного пути Потому что она совсем не развивается И на данный момент она вот просто Две башни появилось Играйте на 60 дней по-моему Насколько я знаю там башня будет И это жестко Это получается что следующее обновление Мы дождемся только лишь Вот май пройдет В июле получается Приблизительно в июле месяца Будет следующее обновление в этой игре Не то чтобы я прям сильно жду этого обновления Потому что ну скорее всего что добавит в обновление Снова новую башню И естественно каких-то персонажей Но все-таки я думал что разработчики Хотя бы периодически Ну будут какие-то штуки вводить в игру Которые будут на какой-то постоянной основе Не всегда но на постоянной Как это было ранее с ивентами Например С тем же самым ивентом на рептилию Либо шоу кана Это же классные ивенты Только и тот и тот ивент У меня например на аккаунте уже пройден Притом этому аккаунту два с лишним года Ну вот я и то не торопился особо их проходить И прикиньте это я не торопился особо А кто-то торопиться будет Пройдет это быстро и ивента у них У него два не будет И тогда толку от этих ивентов Правильно Толку собственно Никакого И вот новых ивентов не появляется Они нужны этой игре Для хоть какой-то небольшой Но все же динамики Разнообразия Именно называется это разнообразие Разнообразие Но его пока нет Есть только башни Можно ли это считать разнообразием Отчасти Все-таки Обычная башня Она крута тем То что она легкая Да по сути Сложности в ней никакой нет Но если брать Смертельную башню То там хотя бы Происходят такие моменты Как более интересные награды В виде той же эпической карты Например Либо хотя бы Я говорю Хотя бы Там та же самая алмазка За сотый поединок Что не так уж и плохо В то время Как допустим В обычных башнях Мне ни эпиков Ни алмазок Особо не выпадает Кроме двухсотой битвы Эпиков так вообще не падает Ни разу Ни одного не выпало Я понимаю Что мое везение Можно Куда угодно посылать С ним Небольшие есть проблемы Но все равно Это не дело Как мне кажется Это не есть хорошо Все-таки Ждешь от игры Хоть Какой-то радости Радости при прохождении Радости при игре А получается пока Ничего Ни шиша Вот я прохожу Две башни Я даже пропустил Получается 15 попыток Просто потому что Ну Было как-то Вот Не под настроение Играть Не то что не под настроение Наверное все-таки Не было сил Вот особо уже Как-то Немного подустал И думал отдохнуть Хотя бы на 15 попыток И я их пропустил Просто пропустил И я понимал Что я по сути Ничего не теряю Что я теряю Правильно Ничего И вот на данный момент Меня такие вот чувства Мучают То что Вроде записывать нечего Потому что Скидок никаких нет А тратить на набор На 10 наборов 4,5 тысячи душ Это слишком Мажористая ситуация Поэтому Такого момента Не делаю Вот И приходится Конечно же Записывать Вот такого-то рода Ролики Хотя Мне многие написали Под предыдущим То что Такого рода Контент В разы интереснее И тут есть Что пообсуждать Не спорю Но раньше Как-то мне казалось То что у меня Мало его смотрит Потому что Те же По копининге Либо прохождение Башни Смотрело В разы больше людей Ну возможно Времена Меняются И сейчас Интересно Именно смотреть На персонажей Такого плана Такого характера Сильных Крутых Независимых Да Наверное Выражусь Таким вот образом А я На данный момент Пока что На пятом поединке Только Я не обещаю То что пройду Все 15 Вот честно Не обещаю Отряд хороший Но Я думаю Многие понимают Что очень много Подводных камней Всякое может быть И Всякое может Произойти Может произойти Все что угодно И Проиграть На боге Не проблема На деле У меня У меня было Такое Что я проходил 14 поединков Это мне Последнее время Везет Наверное Последние пару Месяцев Я Как раз таки Без особых проблем Набиваю Бога Но Кто знает Может Наконец таки Моя удача В этом ролике Прервется И я Наконец таки Наверное Скажем так Опущу свою удачу Немного И ее уже Не будет Но Будем верить И надеяться Что 15 поединков Я все таки Возьму Вот Также у меня Выходит Shadow Fight Но я думаю Что в ролике По Mortal Kombat Об этом лучше Не стоит говорить Но ролики В разы больше Просмотров Там получается Один из последних Видосов У меня Набрал 15 тысяч Я рад этому моменту Каналу В этом плане У меня прям Неплохо Так Конечно По просмотрам Берет То же самое Я хочу сказать О последнем видосе Просто ролики По Mortal Kombat В чем их фишка В том что Они набирают Спустя время Там допустим Спустя 10 дней Там 15 тысяч Просмотров Потому что Со временем Почему-то Ютуб Именно ролики По Shadow Fight 2 Рекламирует А по Mortal Kombat Они Как бы сказать правильно Они тонут Из-за того Что контента По МК Прям очень много Его неимоверное количество Очень много блогеров И каждый день Появляются новые И честно говоря Это конечно классно Все таки Есть какая-никакая Конкуренция Но Для контента Не знаю Хорошо ли это Плохо ли Так Ну а мы двигаемся дальше Мы двигаемся дальше Сопротивление Ничего себе А мы тут Забруталили Блин Бруталица Кстати у Сабыча Я его недавно Заполучил С башни Как раз таки Вот когда она была Не так же давно Да И я до сих пор Просто наслаждаюсь Оу Сопротивление Серьезно Вот это ошибка Выжившего Но хотя Люкан Знаете он Очень и очень Быстро Восстанавливается Снова сопротивление Увечью Ничего себе Какой он крутой Он очень быстро Восстанавливается За счет своей экипы У него там по моему 400% Бонуса Восстановления Здоровья Поэтому Его Вот эти вот 100 тысяч Они буквально За секунду Восстанавливают Поэтому В этом плане Можно особо Не запариваться Если Люкана Очень-очень Сильно Покоцает У меня Да Притом У него При восьмом Слиянии Всего 100к Когда у Сабыча При десятом 165 А у Скорпа При пятом При шестом Наверное Уже будет сотка Поэтому Да Такой момент Есть Но Для Люкана С его Экипой На бруталку Это не страшно Это не опасно Поэтому Особо И не запариваюсь На эту тему Ну а сейчас На данный момент Идет Одиннадцатая минута Я не знаю Насколько я вырежу Там ничего И Насколько ролик Получится Но Будем Надеть И верить Что в этот раз Я Не полчаса Потрачу на прохождение Хотя все будет зависеть От отрядов Которые мне подбираются Потому что Кто знает Что будет дальше Так Вот такой вот удар Хорош И вот здесь Можно сразу же Выстреливать Бамц А заморозка Странно Его не спас А это же Да Это его пассивная способность Я думал Это его спас Сабыч Но это же Не МК Один из персонаж Хотел сказать Думаю Что Что за фигня О Видите Не зря Все-таки Выбрал я Тут Люкана Костяной щит У него сработал А это не есть Хорошо Но мы Добиваем этого Персонажа И конечно За счет Отчасти Наверное Все-таки Пассивной способности Люкана Добиваем И этот Отряд Так Ну уже Подходим К самым Таким Основным Боям Сейчас Вот Девятый Поединок Что дальше Будет Не знаю Но дальше Шаукан А он без Экипировки По-моему Да Он же без Экипировки Там был Или нет Или мне Показалось Да Он без Экипировки Его без Экипа Поставили Поэтому у него По факту Ничего на данный Момент Нет Из Тех Моментов Чтобы взять Как-то И наказать Меня Поэтому он улетает Очень быстро Хорош Так А Блин Ну Рановато 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 Хотя Посмотрите Сколько Бруталка Наносит Урона Прям Жесть Просто Напросто Давайте Замену Сделаем Подождем Заодно И вот Такими Недобивающими Ударами Мы ее Будем Бить Ну а потом Снова Сменимся Чтобы работала Увечья Опа Так Далее Добиваем Вот таким Вот ударом И Все Победили В принципе Жейт легко И просто Разобраться Этим Отрядом И Ну Проблем Особых Не возникает Плюс У него Никакого Костяного Щита Не работало Поэтому Это Шикарно Это Шикарно Так Двигаемся Дальше Пока что Все идет Прям Очень Хорошо Прям По плану Десятый Поединок С МК-11 Персонажами Тут только Один кабл Может чудесно Творить Сам Выскочив И Ну Пассивная Способность Вы же ее Знаете Да Не хотелось бы На этом Поединке Застревать Но Кто знает Кто знает Тут может Происходить Всякое Я вам так скажу Так Отлично А Нет Он меня Перебил Перебил Вот это Да Так Ну Здесь Придется Выбрать Другого Персонажа Хорош Хорош Давай 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 Опа Блин Вот тут Надо было Все-таки Добивающий Вешать Не думал Что он Да Сейчас же Джейд Его хилить Будет Ай Блин И сейчас Привязка Да Сопротивление Нет Нет Сопротивление Ловушки Печальная Ситуация Ладно Сейчас Попробуем Добить Вроде Урона Я должен Нанести Нормальный Такой Оглушение Еще Вогнали Хорош Хорош Все И добивающий Сабыч Не воспользовался Пассивкой Но То что Мне Привязку Здесь Заюзали Это Не Хорошо Спасли Меня Меня Спасли Определенно Так Ну Ладно Люка Она Теперь Не Выпустить Получается Это Вот так Вот сейчас Будет Работать Да Так Ну и Сейчас Вот Прямо Сейчас Мы Вот так Вот Добиваем Замену Делаем И Первая Заморозочка Пошла Так Так Вторая Заморозочка Пошла Так Сделали И Третья Заморозочка Пошла Разобрались С отрядом Идеально Проблем Нет Все таки Да Сложный Достаточно Отряд И Конечно Здесь Могло Всякое Произойти В особенности Если Сработало бы Метка смерти Но Метки смерти Здесь Блага в талантах Прокачено Не было И поэтому Одиннадцатый Поединок Наш Забираем Его Ух ты Ну Псаевы Скорпион И Сабыч Ну да Сейчас Отряды МК-11 По большей части Пойдут Потому что У людей Нету Креатива Они Всегда Ставят Просто МК-11 Отряд Тащить Нормально Все В принципе Других Отрядов Не существует И поэтому Они очень часто Встречаются На самом деле Я заеду У меня МК-11 Отряда Нет Поэтому Так и Получается Давай 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 Нет 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 Я тебя должен Вынести Как-то Оу Сильная Атака А мы Берем И Вот так Вот Атакуем Сколько Нанесу Ну Всего-то 100 Ну ладно Как всего-то Добиваем его Поэтому Не всего-то Далеко не всего-то Выносим персонажа И шикарно А Блин Это же Скорпион И у него Стоит очень хорошая Экипа Давай-ка Замену Воу Вот это Да По нам Только что Прилетело Хорош Вот так Вот делаем Ах Блин Добил Все-таки Последним Вот таким Вот ударом Но добил Угу Давай-давай-давай Спецприем Первый Потому что Нам нужно Сейчас будет Вот так Вот сделать Опа Хрена себе Это был опасный момент Все-таки Нуб Сайбот Может метку смерти Вешать И здесь Прям критический Тоже был Такой моментик Достаточно критический Но При этом До 12 Поединка Мы кое-как Доходим МК-11 Нет Странно Это Это не МК-11 Персонаж Ребят Это очень Странная Ситуация Ладно Будем сейчас Пробовать Одолевать Этот отряд Пробуем Смотрим Что буду я делать Сейчас А Сопротивление Точно Это же Это же Тот самый персонаж У которого Ко всему Сопротивление И к огню И к Увечью Поэтому И к Кэт Сильно Сильно Очень Сильно Даже Я бы Сказал Да Экзаморозки Ну ему Кожу Нужно Менять Прям Хороший Персонаж В этом Плане Блокируется Истащили Меня А у него Сопротивление Есть Или нет У него Сопротивление Сейчас Проверим Не У него Сопротивления Нет Хорош Надо Рейдена Добивать Отлично Сейчас Добьем Надеюсь Отличненько Ух Защита Вовремя Сработала Прям В тот Момент Когда Выскочил Джоник И я Б не Хотел Сейчас А у Него Сопротивление Тоже Видимо Экипа Стоит Какая Ну Блин Странно Очень Много Сопротивления Увечью Здесь На самом Деле Мне Это Не Нравится Если Честно Мне Ой Как Это Не Нравится Ой У него И темная Мантия У него Еще Ну Ничего Себе Ну Сейчас Добьет Конечно Да Ой Ну Хорошо Что он Кож поменял Поэтому Сейчас Будет Полегче Мой Талюкан Он Быстро Восстановится У него Экипа На это Прям Очень Хорошо Работает Ага Так Я понял Ну Нужно Еще Один Такой Ж Удар Делать И Давайте Вот Прямо Сейчас Заморозочку Повесим И добьем Все Супер Справились Снова Затащили Все Таки Отрядик Мой Он Достаточно Таки Вариативный Хотя Опять же Непонятно Уже Довольно Сложные Поединки Идут Что Будет Дальше Я Вообще Без Понятия Джейд МК 11 Нет С понятием МК 11 Ой Блин Такие Отряды Дикие Прям Дикие Дикие Попадаются Ну Пробуем Пробуем 13 Поединок Джейд Это Жесткий Персонаж Это Посмотреть Что Он Из Себя Представляет Да Тут И каббл Еще Может Свои 5 Копеек Вставить Так Ну Тут Я Не знаю Но Вроде Бо У Люкана Нет Получается Спец Приемов Поэтому Мы Можем Вот Так Вот Сделать Ох Да Точно 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 Пассива Да Блин Да Шо Ж Такое Закружил Во Время Смены Такого Раньше Не Было По Моему Хотя Может И Было Я Не Помню Так И Снова Замена Не Он Сейчас Восстанавливаться Будет Здесь Вот На Поджогах Играть Это Самая Печальная Ситуация Блин У нее Не Было 25 Процентов Что Ладно Вынесли Я Замениться Нажал Но Не Сработало Ладно В принципе У меня Там Подстраховка Есть Поэтому Все Хорошо Пока Живем Пока Живем Все Отлично Так Сразу же Выбираем Тут Сабачи И Заморозку Вешаем Добьем Не Добили Тогда Добиваем Таким Вот Ударом Ага Давай Замену Отлично Хорош Увечья Повесили Это Хорошо Так И оглушение Повесили Так 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 И за счет Истощения У него Пропадать Начали Спецприемы Идеально Так И все Супер Не истощение А огня Я имел Я имел Ввиду Огня Сложный Тоже Отряд Был Все Так И Джейд Имеется И Люкан Который В принципе Мог Затащить При желании Довольно Так Тоже Динамичный Бой Получился Но Дальше Хуже Снова МК-11 Отряд Снова Ай Ну я Столько Уже Таких Отрядов Победил Но знаете Вот В каждом Отряде Есть Свои Какие-то Моменты Против Которых Достаточно Страшно Выходить Я не смотрю На экипу Мне даже Не хочется Видеть ее Потому что Если я заранее Вижу экипу Я начинаю Очень-очень Сильно Скажем так Назовем это так Переживать Наверное И из-за этого Я только хуже Наверное Себе делаю Тем что Ну Могу Проиграть Вот Да Я это сказал Так Оу Костяной Ну Да Костяной Когда срабатывает Тут еще Игра Помогает Нехило Ой Ничего себе Ну Сейчас Конечно Он восстановится Чего Конечно Он восстановится Он Его снова Спасла Вот это Зараза В виде Костяного Щита Как же Здесь Везет Этим Персонажем На костяные Щиты И всякие Ну И конечно На то Что Стоит Джейд Которая Всех Хилит Ну Это Ж Она Все Делает Это Она Все Делает Блин Ну Тут Я ничего Не сделаю Я только Его подожгу И хуже Сделаю Себе Именно Давай-ка Вот так Вот Хорош И тут Вот Нам Надо Заморозка И Срочная К тому же Ну Тут Я в блок Уйду Лучше А Она Пробивает Ой Ослепление Ну ладно Сопротивление К оглушению Есть И хорошо Так О Пробил блок Идеально Победа 308 тысяч С критом Шикарно Ладно С этим отрядом Тоже разобрались Дошли до 15 Поединка Сейчас Главное Не завафлить Довольно Довольно Таки Интересный Тоже Отряд Был Но Главное Не завахлить В этом Поединке А Ну Здесь Вроде Не сложно Здесь Вроде Не сложно Здесь Не МК 11 Персонажа А по поводу Холодной войны Сабзира Джонни Кейджа Ну Это Какая-то Несобранная Команда Мне кажется Хотя Сейчас Нападаст Костяные Щиты Один за другим Работать Начнут И Да Будет Довольно Не сложная Команда Я Я так всегда Думаю о таких Командах Вроде Смотришь Ну Что В них Такого Ни Экипы Нормальные Ничего Нет А потом Как Подумаешь Такой Сейчас Сейчас Там На самом Деле Просто Это Вся Команда Она Не совсем Правильно Собранная Либо Наоборот Настолько Шикарно Собранная Что Лучше И быть Не может Ну Вроде Пока Меня Спасает Как раз Таки Увечья Прям Мы можем Вот так Вот даже Атаковать О Ого Вы посмотрите А он О Все Отлично Оно Оба Исчезло Ух ты Призрак Кстати Первый призрак За За этого Бога У меня Как-то На этот раз Повезло С призраками Их не так Много Работало Как казалось Бы На первый взгляд Так Отлично Так Набиваем Дальше Ну Джейд Легко Победить На самом Деле Тут Главная Замена Очень часто Юзать И Накапливать Экс Рей На одном Хотя бы Персонаже Экс Рей Накопится И все Это будет Победа Здесь я еще И поджог Заюзал Снова Меняемся И снова Бьем Пока что Накапливаем Экс Рей Я не знаю Тут что еще Делать В принципе Это легкий Бой Будет Если Ну Не рисковать А просто Вот такими Заменами Без добиваний Просто Накапливать На люкане Экс Рей Он быстрее Его И четче Накапливает И далее Просто Наносим Его Проводим Победа Прошел 15 поединков Без особых Проблем Шикарные Четкие 15 Поединков Мне это Конечно же Нравится Это классно Так Ну Как вы видите Здесь Режим Бога Я прошел Без особых Вроде как Сложностей Больше всего урона Нанес Ну Соответственно Это Саб-Зиро Я за него Больше играл Но Многие говорят Кстати Что Саб-Зиро Очень плохой персонаж Вы посмотрите Что он у меня творил Он четкий Он шикарный Я не знаю Кто отзывается О нем плохо Но я замечал В комментариях То что Саб-Зиро Круга тени Это Алмазная огранка В золотом Персонаже Он из себя Так ничего Не представляет Это обычный Золотой персонаж С алмазной огранкой Но на самом деле Это не так Этот персонаж Очень даже Крутой И Вот вам Еще одно доказательство То что Даже не в своем Отряде Круга тени Он довольно Нехило За счет Двух саппортов Тащил И нанес У меня 4 миллиона урона А это Четкий результат Плюс 2 миллиона Люкан Что конечно Тоже Не может Не радовать Тоже довольно Часто Мне помогал Ну а на данный момент У меня элитный Претендент Потому что Потому что Потому что Я отыграл Только лишь Одним Понимаете Персом А как минимум Еще 2 Алмазных Есть Сабыча И еще С 4 3 персонажа Золотых И один Даже серебряный Поэтому Это не Треморы Которых Всего 2 штуки А за Тремора Я получил Своего Чемпиона Заслуженного Поэтому Все четко Все круто Поэтому Надеюсь Будем так же И двигаться Дальше Вот такой Вот ролик Получился Где Мы Прошли Все 15 Поединков И В целом Я конечно же Рад Такому Моменту То что Это вышло То что Это получилось Сделать Надеюсь Так дальше Будет И Дальше Так дальше Будет И дальше Все Всем спасибо Ребят За просмотр Если понравилось Видео Подписывайтесь На мой канал Ставьте лайки Всем пока